Всем привет! Это Антон Мизонов и в этом видео разбираем, как играть на укулеле песню группы Наутилус Помпилиус «Последнее письмо», в народе также широко известную, как «Гудбай Америка». Прежде чем приступим непосредственно к разбору, я в который раз и говорю, что не являюсь профессиональным преподавателем укулеле, гитары, но всегда готов поделиться какими-то фишками, лайфхаками, и это то, что работает для меня. Возможно, это будет работать для вас, возможно, нет. Кроме того, я уверен, что в Ютьюбе, наверное, есть очень много уроков, как играть песню «Гудбай Америка», но тем не менее я вот решил внести свою лепту, тем более, что попросили сделать разбор. Итак, вначале, как водится, разбираем ритмический рисунок, а затем перейдем к аккордам. Ритмический рисунок в этой песне — это, если вдуматься, обыкновенный бой с шестеркой. Я уже вижу, как музыканты в данный момент выключают видео, отписываются от канала. О, он сказал дворовый термин «бой с шестеркой». Я, конечно, понимаю, что бой с шестеркой — это четверть-восьмушка, четверть-три-восьмушки, но, по-моему, для обучающих целей это вполне подходит. Этот термин, тем более, что это не чисто совковый какой-то термин, но он есть и по ту сторону океана, он называется «the sixth strum pattern», то есть это интернациональная фишка для тех, кто начинает учиться играть на музыкальном инструменте и не хочет заморачиваться с нотами. Итак, бой с шестеркой подходит. Но есть определенные нюансы, потому что мы, конечно, можем сыграть просто боем шестеркой. Goodbye, America, oh, где небо никогда. Почему бы и нет? Но я ввожу в этот бой несколько вкусностей, которые, как мне кажется, лучше передают именно структуру, вот эту перкуссивную, когда группа «Ноутиус Пампилиус» играет со множеством таких вот «тынт-кды-тынт-тынт-тынт-тынт-тынт-тынт-тынт». Я так понимаю, это какой-то интересный такой стык между барабанами и перкуссией, который делает такой какой-то этнический испанский что ли ритм. Ну, в общем, здорово. Так вот, вместо того, чтобы играть бой восьмеркой просто ударами сверху вниз, я делаю следующую вещь. Первый удар, все будем на примере аккорда для минор показывать. Первый удар делается большой укулелищный дзынь. Кто смотрел хоть один мой разбор, он знает, что я очень этот прием люблю. Вот такой вот большой укулелищный дзынь, чтобы обозначить начало такта. Транс. Затем второй удар мы делаем тоже ударом сверху, но не просто вот так вот, а делаем разгеада. То есть сначала делаем дзынь вот так вот большим пальцем, гавайский, а потом делаем другой дзынь, вот такой вот испанский. Понимаете? То есть сразу весь мир здесь намешан всего в двух ударах. И дальше следующий момент. В бое шестеркой должен был бы быть удар снизу, который я бы посоветовал делать указательным пальцем. Но здесь для общей акцентировки нужно пренебречь вот этими правилами сверху-снизу, пренебречь правилам маятника. Тем, кто играет на гитаре, наверное, это термин знаком. Это переменный штрих, когда ты играешь сверху-снизу, сверху-снизу, а когда ноты какие-то выпускаются, то медиатор, или в данном случае рука, делает все равно правильное движение сверху или снизу, не задавая дополнительных вопросов. Но вот здесь вот мы для экспрессивности делаем все удары сверху. И после этого, после того, как мы сделали вот эти вот три экспрессивных удара, у нас осталось только завершить этот бое шестеркой обыкновенным способом. Удар снизу указательным пальцем, потом удар сверху безымянным и средним пальцем, и потом снова удар снизу указательным пальцем. То есть вся экспрессия ложится на вот эти вот первые три удара, которые все делаются сверху. Большим пальцем, разгадом вот так, открыть пальцы, и потом сверху. Показываю медленно еще раз. Именно то, что первые три удара мы все играем сверху, но разным способом, добавляет вот такой яркости в этот ритмический рисунок. Причем из этих трех ударов первые два и должны быть сверху, а вот третий должен бы быть снизу. Но мы его играем сверху, пренебрегая правилами, именно для того, чтобы дать вот такую движуху танцевальную. Гудбай, Америка, где не был никогда, Прощай навсегда, Возьми, бомжо, сыграй мне на прощание. Понятно. Теперь переходим к аккордам. Обычно говорят, а аккорды-то какие, аккорды какие. Но на самом деле аккорды я не очень люблю рассказывать, потому что аккорды можно найти в интернете. Это не то, что делает песню песней. Песню делает именно песня, вот тот самый ритмический рисунок. Причем не факт, что его именно гитара в этой группе играет. Ритмический рисунок, когда мы играем песню на укулеле, на гитаре, он призван изображать весь бэнд. Я об этом тоже уже говорил. С аккордами-то здесь как раз все несложно. Первый аккорд это ля минор. Я их поверх экрана обозначу. Уж не буду говорить вам, куда какой пальчик ставить. Я думаю, вы без меня разберетесь. Первый аккорд это ля минор. Второй аккорд это до мажор. Звучит так. Когда умолкнут все песни. Затем фа. Затем соль. И затем вводный мимажорный септаккорд. Которых я не знаю. Склеиваем. Когда умолкнут все песни. Которых я не знаю. В терпком воздухе. Это ля минор. Потом ре минор. Крикнет. Затем до. Ми и ля возвращаемся. Последний мой бумажный пароход. И дальше все остальные куплеты играются сходным образом. Сейчас еще раз сделаю так, чтобы я играю и поверх будут аккорды. Гудбай, Америка. Гудбай, Америка. Ре минор. И здесь у нас остается еще свободный целый один мизинец, которым мы можем некоторые ноты саксофона изобразить. Здесь вот на ре миноре подцепляем третий лат и второй. И возвращаемся на ре мажор. И переходим на водный ми. Можно укулельку здесь крутануть. Мне стали слишком малы твои терпые джинсы И так далее Я думаю, что с аккордами вы разобрались Главное в этой песне Это вот этот рисунок Потому что, на самом деле, хотя, по сути, когда я записал на ноту, я понял, что это тот же самый бой шестеркой Который, если не брать в расчет какие-то мои заморочки с большим пальцем Его можно играть вообще вот так Одним пальцем, как многие учителя и предлагают Где вы смотрите, там, укулеле easy tutorial Как научиться играть на укулеле быстро Как научиться играть на укулеле за один урок, за пять минут, за минуту Но тут суть именно в том, чтобы Сделать именно вкусный вот этот вот Раз сначала большим пальцем Потом испанская разгляда Потом удар, хотя должен быть снизу, по идее Мы его делаем сверху, средним и безымянным пальцем И получается вот этот эффективный очень прием Кроме того, я не знаю, насколько это больно вам будет Примушно, когда вы делаете разгяды, естественно, вы попадаете еще ногтями пальчиков по деревяшке И она тоже звучит Издавая вот этот перкуссивный звук, таким образом укулеле делается оркестром, ансамблем в миниатюре И когда потом делается третий удар безымянным и средним пальцем сверху Он тоже попадает, если это энергично делать, по грифу, вот по этой части И получается такой характерный треск, как щелканье кастаньет таких Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Пишите в комментариях, что, по вашему мнению, может быть улучшено Или ухудшено Всем прекрасного творческого лета Мир! Субтитры сделал DimaTorzok